Тема урока. Единовластие Цезаря в Риме. Первый век до нашей эры является одним из наиболее драматических периодов в истории Рима. Это последнее столетие существования Римской Республики наполнено яркими событиями, выступлениями широких народных масс, действиями отдельных выдающихся личностей. Основой империи, сменившей республику, заложил выдающийся римский политик и полководец Юлий Цезарь, деятельность которого мы и рассмотрим подробно на нашем уроке. Гай Юлий Цезарь происходил из древнего патрицианского рода Юлиев, ведущего свое начало от богини Венеры. Доподлинно известно, что Цезарь родился 12 или 13 июля, в месяц, который сейчас носит его имя. Точный год рождения неизвестен. Римский историк Свитоний указывал, что на момент смерти в 44 году до н.э. Цезарю было 56 лет. Значит, можно предположить, что он родился в 100 или 101 году до н.э. В конце XIX века выдающийся немецкий историк Теодор Момзон, внимательно изучив политическую биографию Цезаря, пришел к выводу, что годом рождения следует считать 102 год до н.э. Незадолго до рождения Цезаря его дядя Гаймарий провел важнейшую реформу армии. Дело в том, что прежний принцип комплектования войска, когда каждый земледелец был обязан служить в армии определенное время, стал невозможен из-за разорения большинства римлян. Теперь армия стала наемной. Каждый свободный римлянин мог добровольно вступить в войско, получая при этом определенное жалование. Государство вооружало добровольцев, а после войны давало земельный участок. Таким образом, богатые земледельцы могли не бояться быть оторванными от своего хозяйства, а безземельные получали возможность кормиться на военной службе. Минимальный срок службы при этом равнялся 11 годам. Люди, поступавшие в армию, считали военное дело своей основной специальностью, все свое время они проводили в походах или тренировках. В результате войско стало более боеспособным, но в то же время наемники не испытывали чувства верности к римскому народу и сенату. В руках честолюбивых полководцев армия могла стать опасной для общества силой. Над Римом нависла угроза государственного переворота. Первый подобный переворот состоялся в конце 80-х годов, когда прославленный полководец Луций Корнелий Сулла был отозван сенатом с востока, где вел победоносную войну против понтийского царя Митридата. Недовольный этим, Сулла отказался распускать свое войско и направил его на Рим. Захватив город в 82-м году до нашей эры, он объявил себя пожизненным диктатором, правителем, обладающим неограниченной властью, и уничтожил своих политических врагов. Лишь смерть Суллы в 78-м году до нашей эры спасла Рим от превращения в империю. После захвата Сулла и Рима Цезарь был вынужден бежать, поскольку его жена Корнелия была дочерью одного из врагов диктатора, и им грозила гибель. Уже в это время Цезарь показал себя талантливым политиком. Источники сообщают, что бежавшего из Рима Цезаря близ острова Родос захватили пираты, потребовав солидный выкуп. Цезарь сам предложил увеличить выкуп в два раза и отправил своих слуг по малоазиатским городам. Пока слуги отсутствовали, Цезарь читал пиратам стихи, пел им песни, декламировал речи, раздражая этим разбойников. Когда же они требовали прекратить, Цезарь клялся, что он отомстит, повесив каждого. Пиратов это забавляло. Когда выкуп доставили, и Цезарь оказался на свободе, он снарядил флот, догнал пиратов и выполнил свое обещание. После смерти Суллы Цезарь вернулся в Рим, где начал самостоятельную политическую карьеру. Он занимал высокие государственные посты и пользовался любовью народа. Около 61-го года до нашей эры Цезарь заключает союз с двумя самыми влиятельными людьми Рима, прославленным полководцем Гнеем Помпием и Богачом Красом. Это объединение вошло в историю под названием Первый Триумвират, то есть Союз Трех. Один из современников называл его союзом денег, силы и ума. Главенство в этом союзе древние авторы однозначно отдавали молодому Цезарю. Дружба между Цезарем и Помпием была укреплена брачным союзом. Прославленный полководец женился на единственной дочери Цезаря, Юлии. Первые плоды этот союз начал приносить в 59-м году до нашей эры, когда Цезарь был избран консулом. Благодаря этому назначению он провел ряд законов, еще больше обогативших его союзников. После консульства Цезарь получил в управление Южную Галлию и право набрать армию с целью захвата Северной Галлии. В результате длительной, десятилетней военной кампании Цезарю удалось завоевать всю Галлию, создать мощную армию, беззаветно преданную своему командиру, а также скопить богатство. После отъезда Цезаря в Галлию отношения между Помпием и Красом ухудшились. Окончательный распад Союза Трех пришелся на конец 50-х годов, когда в походе на Парфию погиб Крас, а затем в Риме умерла дочь Цезаря, Юлия. После этих событий Помпий поддался уговорам Сената и перешел на его сторону. Цезарь встал перед выбором. Сенат потребовал от него распустить войско и вернуться в Рим. В этом случае Цезаря ждал суд по обвинению в превышении полномочий. Вторым вариантом было вторжение в Италию и захват Рима. В январе 49-го года до н.э. Цезарь со своим войском перешел реку Рубикон, служившую естественной границей между Галлией и Италией. Древние авторы сообщают, что Цезарь произнес «Жребий брошен», что означает «Решение принято и пути назад нет». Так начался новый этап гражданских войн. В результате стремительной атаки ему удалось захватить Рим. Помпий со своей армией покинул город, и бежал на восток. В это время Цезарь назначил себя диктатором, пополнил войско и двинулся вслед за Помпием. В результате Цезарь добился безоговорочной победы. Помпий был убит. Цезарь вернулся в Рим, где правил до 44-го года до н.э. Он помиловал всех своих врагов, наградил честно сражавшихся за него ветеранов с землями, восстановил древние города – Коринф и Карфаген. Многие знатных сенаторов получили высокие государственные посты. 15 марта 44-го года до н.э. ряд видных политических деятелей устроили покушение на жизнь диктатора, в результате которого Гай Юлий Цезарь был убит. Заговорщики надеялись, что смерть диктатора даст возможность вернуть республику. Но этим планам не суждено было сбыться. Через 15 лет приемный сын Цезаря провозгласит в Риме империю. Подведем итоги урока.